Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии вторника. Меня зовут Вадим. Артем Деев к нам вернется уже в четверг. Начнем наш обзор с валютной пары евро-доллар. Пара находится в боковом диапазоне с конца ноября прошлого года. А на прошлой неделе котировки предприняли попытку закрепиться выше его верхней границы, выше уровня 1.1350, но попытки оказались безуспешными. Давление на европейскую валюту оказали декабрьские данные по индексу деловой активности в производственном секторе. Индекс для стран еврозоны снизился с 58,4 до 58 пунктов, а для Германии был зафиксирован на прежнем уровне 57,4 пункта вместо ожидаемого роста до 57,9 пунктов. В целом же деловая активность в промышленном секторе остается значительной, но введение дополнительных ограничительных мер, в случае если европейские власти решат их использовать, может представлять серьезную угрозу для дальнейшей положительной динамики. Далее предлагаю обсудить валютную пару доллар к японской иене. Японская валюта продолжила восходящую динамику на фоне отсутствия сопротивления со стороны доллара США и обновила глобальный максимум прошлого года. Между тем, эпидемиологическая ситуация в Японии остается сложной. В недавнем обращении к нации премьер-министр Фумио Кисидо заявил, что ограничение на въезд иностранных граждан в страну будет продлено на неопределенный срок, что может привести к тому, что производственный сектор, испытывающий острую нехватку рабочей силы, полностью остановит свое восстановление. Что же касается американской валюты, то низкая волатильность торгов продолжает удерживать ее на уровнях конца года в районе отметки 96 пунктов по индексу доллара. Положение доллара США не выглядит стабильным. Рост коронавирусной инфекции в США хоть и не стал причиной увеличения карантина, но серьезно мешает бизнесу из-за острой нехватки персонала. Медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи предостерегает граждан от легкомысленного отношения к вирусу Omicron, поскольку его слабость нивелируется масштабами заражений, приводящих к всплеску госпитализации. Сейчас давайте обсудим ключевые события текущего дня. Сегодня выйдут данные по количеству открытых вакансий на рынке труда за ноябрь и, по мнению аналитиков, рост числа рабочих мест США продолжится, превысив показатель 11 миллионов зафиксированный месяц ранее. Данные по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе США, которые выйдут сегодня в 17.00 по восточноевропейскому времени, отражают условия ведения бизнеса в производственной сфере США в отчетном месяце. Вначение индекса выше 50 может положительно отразиться на котировках доллара США. Также сегодня выйдут данные по изменению числа безработных и уровня безработицы в Германии. Снижение уровня безработицы указывает на повышение покупательской способности населения, что может стимулировать экономику страны и положительно сказаться на котировках евро. А на этом у меня все на сегодня. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!